Скоро 1 сентября. Какой формат обучения лучше, по мнению карагандинцев, ставить или не ставить вакцину детям? Наши корреспонденты вышли на улицу узнать мнение жителей города. Положительно. В школу, чтобы ходили. Положительно. К традиционному обучению отношусь положительно. Просто сейчас в карантине очень тяжело одеть, обуть детей, собрать в школу. А так я только за, чтобы они ходили в школу. Ну это лучше, чем онлайн. Лучше. Потому что онлайн у меня ребенок на втором курсе пришел. Я считаю, что первый курс он просто просидел дома. Поэтому в школе лучше. Больше знаний, больше общения. И лучше объяснять. Ты сам поймешь, не поймешь. А ребенок, учитель все-таки больше объяснит. Традиционный. Преподаватель, чтобы с ними общался, смотрел в глаза, разговаривал, беседовал. Мне кажется, все равно как в школе. Потому что мне кажется, будет более эффективно. Дети больше обучатся. Онлайн все равно трудновато. Все понимают, у всех есть возможности. И интернет у нас бывает тоже иногда нестабильный. Мы учились? Сколько времени? Офлайн. Надо учиться офлайн. Конечно, традиционно. Они чему-то хотя бы научатся. На онлайне чему я их научу? У меня нет образования, например. В жизни я их научу, а образование нужно же получать. В общеобразовательных учреждениях. Не у мамы постоянно. Конечно, отрицательно отношусь. Смотреть, какие дети. Понимаете? Если слабые, конечно, таких детей рисковать нельзя. Это обязательно. Прежде чем включать детей в вакцинацию, показать, ну, рекомендовать детям вакцинацию, когда надо доказательные базы. То есть, если вакцина предположена детям, то можно, конечно, я за вакцинацию. В прошлом году говорили, к октябрю к ноябрю у детей будет корона. То же самое было год назад. Мы ходим в школу. Мы проходили в дежурный класс в прошлом году, в этом году опять идем. Это все. Я, конечно, верю, что есть вирус, что люди серьезно болеют, умирают, но все дело же не конкретно. А именно к вакцинации детей? Нет, я против. Я не дам вакцинировать детей. Я против. Продолжение следует...